Приветствую любители природы! Меня зовут Алексей Волков и я тоже люблю природу и пытаюсь запечатлеть ее красоту, разнообразие и хрупкость с помощью цифровой фототехники. Являясь приверженцем именно фотографии дикой природы, как застывшего изображения во времени, я столкнулся с естественной проблемой. Фотографии в видеоролике совершенно не смотрятся. И да, можно сделать слайд-шоу. Кстати, одно слайд-шоу у меня уже есть. Я оставлю ссылочку в описании. Посмотрите и скажите свое мнение. Интересен ли вам такой формат или нет? Но что-то мне подсказывает, смотреть бесконечные слайд-шоу вам будет неинтересно. В данной ситуации, как вы понимаете, остается ровно одно. Снимать природу не только в виде фотографий, но и периодически записывать видео. Таким образом, снимаю видео уже много лет и с тех пор накопилось довольно много видеоматериала, которое пылится на задворках жестких дисков особо без надобности. И я даже завел ютуб-канал, на котором вы сейчас находитесь, где бы мог тот самый материал показывать. Но, увы, дело заглохло на пару лет. Сами посудите, последний ролик вышел года два назад. Ролик синицы не в счет. Он делался на сотовый телефон и не редактировался. Заливался, как есть. Можно долго рассуждать о причинах этого. Мало времени, нехватка средств, мало просмотров. Но на самом деле причина кроется в другом. Она кроется в более базовых понятиях. Во-первых, при всех похожих чертах и даже инструментах съемка видео и получение фотографий – это разный процесс. И зачастую я настолько погружаюсь в съемку фотографий, что просто забываю записывать видео и вспоминаю об этом уже после съемки. Ну, как всегда, с сожалением. Вторая причина еще проще. За два года, пока я не выкладывал видео, мои начинающие навыки по редактированию видеоматериала просто свелись к нулю. И я даже не знал, что с ним делать. Поэтому оно просто лежало на жестких дисках. И теперь, видимо, мне придется начинать заново. Изначально концепция видеороликов строилась по упрощенной схеме. Никаких комментариев, никакого меня, никаких эффектов музыки. Это просто видеоряд, сшитый из видеороликов, полученных при съемке. Такие ролики мне напоминают фотографию, но не статичную, а с движением в рамках кадра. Или кадров. Когда-то я прочитал биографию Вима Вендерса, в которой известный режиссер говорил о том, что в юные годы, когда он только начинал познавать искусство кино, он любил снимать течение времени, как он это называл. Он мог поставить видеокамеру в пустыне и 8 часов подряд снимать, как плывут облака по небу. Но, к сожалению, для меня 8 часов это слишком, поэтому я обычно ограничиваюсь несколькими минутами. Теперь, помимо того, что есть, буду понемногу кривляться сам. Буду вставлять фотографии в видео, возможно, какие-то слайд-шоу, какую-то музыку. Ну, как-то буду редактировать видео, чтобы оно было более смотрибельным. А еще я много лет веду живой журнал, куда я написал уже большое множество больших и маленьких статей. И заметок о природе, и не только. Возможно, некоторые из них я превращу в видеоролики. И вы спросите, а зачем это все? А все ради одной цели. Показать красоту, разнообразие и хрупкость природы, как я и говорил в самом начале. Возможно, смотря мои видеоролики, вы измените свое отношение к природе, почувствуйте ее уязвимость и как-то станете относиться к ней по-другому. Может быть, более бережно? В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хотите. Но это на свой страх и риск. Потому что я не обещаю выкладывать контент постоянно. И, может быть, я опять заглохну на два года. Хотя я постараюсь выкладывать его все-таки почаще. До следующей встречи и берегите природу!